Когда Анна Ивановна вернулась, пешком пришла сюда, в разрушенный город, в разрушенный дворец, конечно, она сразу принялась за работу. Рабочих у нее еще не было. Дали ей, кстати, вот в отношении Аделаида Сергеевны, нет, сразу не было, не хватало вообще рабочих рук. Ну вот, еще шла война, еще год до окончания войны. Поэтому она, как нам рассказывали, я-то этого не знаю, поехала в Москву просить дать рабочих. И рабочих их дали только после окончания войны. А этот год она обратилась к Павловским, ко всем павловчанам помочь, просто хотя бы очистить этот дворец. Так в одно и воскресенье пошли на очистку мы. Я тогда работала в Павловской типографии, ученицей-наборщицей. И вот в одно и воскресенье как раз был яркий солнечный день. Такое небо, почему оно казалось мне ярким. Когда мы вошли во дворец, это было что-то ужасное. Ни потолка, ни крыши, яркое небо, стены обожженные, черные и небо над головой. Это было страшно. Между прочим, то, что вот когда вот мы сейчас приходим во дворец и видим все это, я никак не могу объяснить людям вот то, что вы представляете вообще вот это, вот стены черные. Да, вот еще. Одна из, как-то я слышу, экскурсовод рассказывает, немцы ушли, а во время войны во дворце был госпиталь. Немцы ушли, а через восемь дней взорвали дворец. Значит, ну что чушь говорить, значит, пушкинские немцы взорвали, а Раненбаумский, Петрогворец и все, а Павловский они оставили. Да чушь какая-то, они сразу, только что, они подождали, пока всех вывезут из госпиталя, только что. Ну, одним словом, Анна Ивановна попросила нас, пожалуйста, кучи, огромные кучи там, это все стены, перекрытия, все, там мы ползали по этим, и она попросила, какие только вам попадутся кусочки, рук, ног, частей, пусть там только кусочек глаза, все, пожалуйста, собирайте, и вот там, где Павел Первый, вот памятник, кстати, памятник немцы не взорвали, вот, и Марии Федоровны, вот туда дальше памятник, тоже не взорвали, Анна, полностью не успели вывезти, полностью оставили, ну вот, и огромные-огромные кучи из ног, пальчиков, любых частей, там же ведь не только, там и львы, там все, и вот мы собрали эти кучи, огромные-огромные кучи, две кучи больших, лежало, именно вот этих из кусочков, да, из культур, кстати, когда вы проходите по дворцу и видите, именно статуи там, из кусочков, это именно павловчане собирали, это мы тогда, а я увидела именно в куче какое-то золото блеснуло, я давай скорее разгребла кусочек вот приблизительно вот такой, обгорелый, на середине яркого золота, прямо кусочек, то ли багета, то ли от кусочка двери, но обгоревший, а я подошла к Анне Ивановне, я говорю, скажите, а вот эту надо, она обрадовалась этому кусочку, как будто я кусок золота нашла, ой, да, да, пожалуйста, тоже, пожалуйста, вот эти тоже, всякие кусочки, даже хоть какие-то они обгорелые, тоже вот сюда в кучу, ну вот, ну, правда, таких кусочков, так как они горели, конечно, там собралось очень мало, очень, вот, да, вот, так вот, Инна Ванна, а вы только забыли сказать, потому что, ну, начиная рассказ, у какого возраста вы были, то есть были же люди, которые постарше, а вам было всего 12-14 лет, правильно? Тогда я вам немножко зачитаю, можно? Да, да, давай, тогда, да, Здесь, в основном, просто это, я по просьбе, Когда я по поручению, это я в клубе истории любителей Павловской, ну вот, она меня попросила о восстановлении типографии, потому что директор типографии тоже пришла пешком, помните это, по-моему, у старшиного поэта ленинградской, это ополчение, мы к штыку приравняли перо. Вот, поэтому о восстановлении вот здесь от ней, значит, кто тогда, так, Попеневский, я их всех... Журавлёвый, вот, из воспоминаний Дмитриева и Нины Ивановны, тогда Козловой, мы вернулись Павла 2 мая, прошли почти половину города и не встретили ни одного человека, потом мы уже узнали, все, сколько было жителей, работали, а это было воскресенье, На восстановлении дворца музея. В городе было уже примерно 100-150 человек, и директор дворца музея Анна Ивановна Зеленова обратилась за помощью к жителям по воскресеньям работать по очистке дворца и парка. Сам парк был еще не полностью разминирован. До августа месяца даже ходить по парку было опасно, и не только по парку, даже по городу. Мне было 13 лет, но уже через пять дней после приезда я приступила к работе в типографии. Меня приняли ученицей-наборщицей. А вообще я делала все, что поручали. Вместе с девочками-наборщицами откапывала из земли шрифт, промывала его, очищала, помогала в уборке, была девочкой на побегушках, то есть курьером. И сейчас шла война, почти год до окончания, поэтому у меня не было укороченного рабочего дня, как для несовершеннолетней. Я работала на ровне со всеми, и в первое же воскресенье с всеми вместе пошла работать во дворец. Кстати, здесь вот воспоминания записала Журавлевой, бухгалтера Анталины Филипповны. Та, значит, пишет, ну я ее... Когда я вошла, подошла к типографии, я увидела, девочка в песочек играет, надо же, думала, еще война, а уже дети в песочек играют. Только когда я подошла поближе, я увидела, она саперной лопаткой выкапывает из земли и складывает шрифт, где там очистит, а где кое-как. Вот, а приходилось, ведь знаете, вот знаете, что такое шрифт? Маленький. Это все вот буковки, надо было вот палочками, потом я их шла на речку, отмывала. Вот. Трудно было. Ну ладно. И первая же воскресенье со всеми вместе пошла работать во дворец. Худенькая, темноволосая женщина, а это было Зеленова Анна Ивановна, объяснила нам нашу задачу. Собирать осколки разбитых лепных украшений. Вот, да, и этих тоже, она просила. Разбитых статуй. И все это складывать в отдельную кучу. Вскоре во дворе выросла огромная куча частей рук, ног, разных частей головы, носок, уха. А я нашла кусочек красивого деревянного изделия, обгорелого, с позолотой. И подошла к Анне Ивановне с вопросом, а это надо в общую кучу? Она сказала, что все деревянные части, обломки, багетов складывать. А тогда-то я помню, она так обрадовалась, что вот кусочек этого... А потом она нам объяснила, потом уже ведь мы не раз приходили. Мы каждый воскресенье что-то с лопатами приходили, самодельными. Уже вытаскивали эти деревянные все эти части. У нас два мужчины без рук, они сколотили такую тачку, и вот мы на тачке этот мусор вывозили. Не было ни лошадей, ни машин, все руками, все вывозили это, все руками. И вот она нам и объяснила. Я-то у нее спросила, нет, Маша спросила, Маша Шевитова спросила, А эти-то зачем? Она говорит, а по ним мы потом будем восстанавливать интерьер. Мы слова тогда еще не слышали, я потом через несколько лет узнала. Потом вот она сказала, будем... Но я это здесь не записала. Анна Ивановна спросила меня, что девочка, ты с мамой пришла? А какая молодец, такая маленькая? Я гордо ответила, что пришла вместе с рабочими. Что я сама работаю и получаю рабочую карточку. Тогда главное не деньги были. Тогда главное было получать рабочую карточку. Ростом я была очень маленькая, меня это очень сильно огорчало. Меня все принимали за девятилетнюю. И только потом, когда как курьер я пришла во дворец с какими-то бумагами, Анна Ивановна поверила, что я действительно работаю. Абсолютно все мосты были взорваны. Мощь ко дворцу тоже. И через речку мы пробирались по камням и железным покореженным балкам. Дети дальше уже одновременно с типографиями стали восстанавливать радиосвязь. И в конце 44-го года заговорило радио. Мы стали слушать сводки с фронтов. В августе меня приняли в комсомол, хотя мне еще не было 14 лет. Приняли, потому что я работала в комсомольской бригаде. И все девочки-наборщицы были комсомолками. И мне рекомендацию дала сама комсомольская бригаде. Вот мой комсомольский билет. 1944 год. Август месяц, а мне день рождения в октябре, в конце октября. Я этот комсомольский. Это потом комсомольцы стали... А тогда, во время войны, это была честь в комсомольской, партийной. И тогда очень трудно было. Это считалось большой честью. И я комсомольский сохранила для своих детей. Когда мне его вручали, Шурочка Шведова, ой, я про нее должна рассказать, когда она сказала, Мимочка, сохрани этот комсомольский билет. Ты потом вырастешь, выйдешь замуж, у тебя будут дети. И ты с гордостью показывать будешь им. Я горжусь своими детьми. У меня дочь тоже, правда, она медицинская сестра. За спасение раненых в Афганистане награждена медалью за боевые заслуги. Она не в госпитале была. Она была в метроте. Это прямо с поля боя к ней. И только через две недели, когда раненый хоть чуточку придет в себя, только переправляли в кабульский госпиталь. Так что я горжусь своей дочкой. И сын у меня хороший. Так что мне не стыдно за своих детей. Вот про Шурочку я сказала. Мы свою школу сами восстанавливали. В ней была конюшня. Вы знаете, стены очищали от грязи, мыли. Еще лет пять пахло навозом в этой школе. И вот однажды мы пошли в парк. Да, вот еще. Вот этот, от вокзала лес. Его не было. Вот я сейчас, когда прохожу по нему, вы знаете, я смотрю и думаю, боже мой, да неужели это мы сделали? Вот такими сажали. Вот такими. Вот смотрите, какой лес вырос. Мы все умираем. Уходит Лизыш, ушла Дронова. Уходит, ушла в прошлом году Машенька Швитова. Мы все понемногу ушли. Это я говорю, из нас комсомолок. Я не говорю там, где же у нас то, что я не стала читать. Там мы все понемногу. А красота наша остается. Вот приходят люди. Вот почему я про 12 дорожек. Вот эта дорога, вот она через мост тоже взорванный, тоже восстанавливает. И вот к 12 дорожкам. И я им рассказываю, вы вот по этому лесу, вот по парку шли. Вы можете поверить, что вот он таким был? Да ну, не верят многие. Я говорю, да, вот именно. Вот таким мы его сажали. Конечно, не одни. Конечно, Анна Ивановна поехала, ну, наверное, она в Смольный пошла, наверное. В общем, из Ленинграда приехала, наверное, человек 100. Таких же, как мы, подростков. Таких же. И вот они все вот это сражали. Вот. Через несколько дней мы уже, уже в августе, да, я уже была комсомолкой, да, пошли на 12 дорожек. Уже было очищено, то есть разминировано. Это мы тогда называли очищено. пошли на 12 дорожек. И вот две статуи, я даже с ними иной раз здороваюсь, то есть всегда здороваюсь. Мы вот в том, сейчас этих дубов не сохранилось, артиллерия била оттуда, и они все, обратите внимание, те, кто идет вот, вот, за 12 дорожек, тот лес, он сохранился. И вот все вот эти вот, вот, кстати, аллея, это, липовая аллея, вот, центральная, вы обратили внимание, что там до половины кроны такие, это, оттуда била артиллерия, они все были вот так посечены. Вот мы проходим, когда все деревья, вот обратите, один сук только идет, все деревья были посечены, эти дубы тоже. Мы через толстый сук, там в основном уже тех дубов их заново посадили, перекидывали вот так канат и волоком тащили из ямы эту статую. Нас тогда было 18 девчонок, голодные, истощенные, но мы были все такие радостные, что после этой страшной войны мы жить остались, мы живы. А еще был голод. Путь не такой страшный, конечно, какой был в самые первые годы блокады, но еще было, еще тяжело было. Две статуи, это наши, Эфтерпа и Мельпомена. Я с ними здороваюсь, когда прихожу и когда рассказываю, я рассказываю вот именно об этом, как мы их восстанавливали. фотографии с собой, с собой, я взяла их с собой. Вот как раз вот это, она в другом месте меня сфотографировала, где-то сейчас. Я хочу рассказать про Шурочку Шведову. Нет, она за статуей меня. Сейчас, сейчас. Ну, это я зимой вот одна. Вот летом. Вот Мельпомена. Видимо, вот перебирала, знаете, торопилась. У меня дома-то тоже надо было дочку, она ушла на сутки собрать. Ну, вот. Ну, ладно. Я почему про Шурочку Шведову хочу рассказать? Мы готовили, значит, к школе дрова заготавливали. Эти, значит, то, что фашисты спилили, они сюда, в парк, была железная дорога. Так называемый, когда-то был Павел Второй. И по железной дороге они вывозили. И вот вдоль дороги все штабеля бревен. Это то, что они не успели вывезти. Вот. Они все в Германию вывозили. И, ну, конечно, эти штабеля пошли на восстановление Ленинграда. вот. Я родилась в Ленинграде. У меня бабка на Новодевичьем кладбище похоронена. Вот не все знают, что в Ленинграде тоже есть Новодевичье кладбище. Господи, все. Иной раз меня спрашивают в Москве. Я говорю, да вы что, наша Ленинградская Новодевичьем, где Новодевичьем монастырь на московском. Ну, это вот вы знаете. А вот так вот, кому рассказываю. Я коренная Ленинградка во втором поколении. Ну, вот. И я не могу Ленинград назвать Петербургом. Наверное, он был красивым Петербургом. Вот, когда он будет таким, каким он был, а таким, как он сейчас, нет, не могу назвать Петербургом. Я прошла по-непскому. Ну, ладно. Ну, и вот. И мы пошли, вот эти части суклов, мы сами распиливали, готовили дрова для типографии. То же самое и для дворца, потому что Анна Ивановна тоже топить надо было, чтобы готовили дрова. Толстые суки, устали. Это все ножи комсомольская бригада все. Устали. Есть хотелось, конечно, сидим, усталые. Она смотрит, Шурочка Шведова. Нам она тогда, мне она казалась старая, оказывается, ей было двадцать четыре. Двадцати пяти лет не было. И она нам ну что, девочки, устали, мы сидим. Рук ног не поднять, но много дров, а это все на коляске дрова. Сами же отвозили, относили сами. Тогда она стала нам читать стихи. Я потом только узнала эти стихи Маяковского, рассказ о Кузнецком стихи. Там сидят по тьмах рабочие, подмокший хлеб жуют, сливеют бубы с холода, и все же шепчут Влад, через четыре года, я знаю, здесь будет город-сад. Вот, и помню, значит, и вот сейчас я уже сидят по тьмах рабочие, и конец, я знаю, город будет, я знаю, саду слезть, когда такие люди в стране советское есть. Это я не рассказываю не про это, я просто вам хочу рассказать, Шурочка Шведова. И она и говорит, подождите, девочки, вот пройдет, закончатся война. Вот вы придете в магазин, сколько хотите хлеба и булки купите, а мы не верится, про себя-то, ей-то не говорим, а про себя думаем, не верится. Мы дожили, а Шурочка не дожила. Сломала ее блокаду, она даже до конца войны не дожила, умерла. Шурочка Шведова. Вот подпись ее. Шурочка Шведова. Я почему хочу про нее сказать, это не надо, про это, я просто вам хочу рассказать. Ее стихи повернули мою жизнь в другое. Они, я не знаю, мою судьбу они определили. Когда я, я после окончания, конечно, всех нас потом под зад коленом из типографии закончилась война, несовершеннолетняя. Нет, нам благодать, нам все, мы уволили всех. Я пошла в реметельное училище, полиграфическое. Это училище именно для детей погибших родителей. Кстати, ну-то это во время войны у меня справка, почему я говорю меня ранило? ладно. Ну, и вот, и там на меня подействовал фильм «Во имя жизни» про девочку-блокадницу. Меня ранение у меня после операции три, операции терпинации черепа. Девочки придавило обломками ноги. У нее она прикована к постели была парализованы ноги. И вот как я... Ну, мне казалось, что это фильм почти про меня. И я подумала, я обязательно пойду медицинское, я выучусь, пойду медицинское. Но как-то вот прошли годы. Я после типографии, правда, я пошла на фабрику работать. Мечтала медицинское, но как-то все... Потом замуж вышла, дети родились, сыну был год, дочке два года, сыну год. И вдруг я посмотрела фильм «Дорогой мой человек». мне сразу вспомнилось, это моя мечта медицинская. Я бросила вечернюю школу и медицинское училище. И знаете, по закону подготовилась, все, готовилась, последний билет. Не смогла, ну-ка, двое детей, я таскалась с ними, на эти подготовительные, таскалась с ними. Надо, что мне попался последний билет, я взяла его и говорю, первый вопрос, прямо говорю, не знаю, второй вопрос, не знаю, я поделась, что я, все, я тонну, больше, все, меня не примут. И только четвертый вопрос, там, расскажите стихотворение Маяковского. И я вот, вот про это, я, я говорю, знаете, я полностью его не могу рассказать, но я, и я по частям его просто, и я рассказала про Шуру Шведову, как мы восстанавливали этот город, вот вы к нам приезжаете, вы смотрите, вы знаете, и вот, и говорю, и она сказала, я знаю, город будет, я знаю, что тут есть, когда такие люди в советской, стране советской есть, потому что уже ее нет, потому что у некоторых наших девочек уже нет, нет, тогда еще многие были, еще живы, но, ведь вы приходите в этот город, который мы восстановили, мы верили, что он снова будет, снова жить, положила билет и ухожу, мне говорят, стойте, Дмитриева, а я, я поняла, что все, я не сдала, ухожу, стойте, битву, вернитесь, вот их четыре человека экзамены, поставили пятый стул, мне дали книжку, русский язык, до сих пор даже помню возвратное себя, так, учите, самое было неудобное, что при мне стали заваливать девочку, вот целый, после этого я стыдно было, я каждый раз, как вспомню, девочка хорошо отвечала, я один вопрос, другой вопрос, девочка бросила билет и ушла, поставили, на место ее приняли меня, мне было стыдно, мне было очень стыдно, но перестало стыдно быть, когда я, ну, медицинское училище закончилось, когда я, первый раз мы пришли в анатомичку, нас было 45 человек, наша группа закончена, я не взяла эту фотографию, 17 человек, и все эти девочки, после анатомички, все, и вот на 17 этих, я еще одна, одна, один ребенок, тоже девочки, только трое девочек, постарше, не 15-летней, как те, а остальные все мамы, и вот только после этого я подумала, нет, все-таки хорошо, что прилили меня, наверное, она бы после анатомички не выдержала, так, вот эта Шурочка помогла мне сорок лет, я знаю только одно, от моих рук ни один больной не ушел на тот свет, как могла, я работала честно, и очень любила свою работу, и детей таскала за собой, и дочка у меня из-за этого, я дочке рассказала, и фильм заставила, не заставила, а просто рассказала ей, и она посмотрела этот фильм, и она заболела медициной, и она пошла тоже в медицинское, и тоже не жалеет, и сейчас до сих пор, она медсестра высшей категории военно-медицинская академия, и на доске почета, сейчас ей уже 56 лет. Еще немножко, это уже война кончилась, уже Анны Ивановны дали рабочих, ну вот, и все равно мы все-таки ходили, вот, видите, это дорожки, ведь они на два, по-моему, на 20 сантиметров ниже, вот уровень, была норма, один квадратный метр давали, мы с Марушей Шветовой, значит, а есть ли больше, ведь карточки отменили только в 1947 году, это знаете, еще кушать-то, так вот, а второй квадратный давалась тарелка пшеной каши, или там этой перловки, ее почему-то тогда называли дробенкой, как же ее называли то, а? Шрапнель, может быть? А? Шрапнель? С Марусей Шрапнель, Шрапнель, пополам этот квадратный метр делали, это поднять дерн лопатой, это ведь тяжело, если считать, что мы все были тощенькие, худющие, и все-таки еще сил-то не очень, и мы тарелку каши делили пополам. А зачем дерн поднимали, после того, как эти кусты обрабатывали? А вы видите, как вы идете по дорожке? Уже не по траве вы идете. А, имеется виду, ощущая дорожка? Да, да, вот я и говорю, вот дорожка, она же вся была полностью заросшая, она дерн такой, а где-то и кусты все, не только дерн, а ой, кусты проросли, и вот мы по эти вот, ну, потом я не смогла два раза. Это просто нам добавочно давалось уже за деньги, вот, то есть не за деньги, а за кашу в столовой. Кстати, ну, это уже не к этой относится, когда вернулись, еще магазина не было, почему я знаю, что человек сто, сто пятьдесят, потому что единственной на улице революции столовая сделали типа, ну, не столовой, нет, из Ленинграда привозили два или три бачка, ну, вот эти солдатские, вот эти бачки, привозили фасоль отварную, и вот давали, еще магазинов не было, как кормить людей, вот я на свою, вот у нас было трое, сестра, я и мама, приблизительно банка, ну, бетончик у меня такой, наверное, сейчас я уже не помню, помнишь, поварешкой, ну, наверное, чуть побольше пол-литровой банки густого варева, или чечевицы, или фасоли, и кусочек мяса, и кусок хлеба, вот я домой это приносила, это раз в сутки, и потом мы это разваривали, вот, бустошку заливали водой, разваривали, и вот все, сколько было народу, собиралось в этом, в этой столовой, поэтому все уже к этому времени все были, почему я и говорю, что было, наверное, человек сто, сто пятьдесят всего, но потом стали возвращаться из оккупации постепенно люди, пришли тоже, ну, это у меня уже в детстве, это, в типографии из блокады тоже несколько человек вернулось, ну, все, когда свободное время, я иду, конечно, в парк, вспоминаю все, что было, как дети нас, как мы это восстанавливали, просто, я здороваюсь с этими своими статуями, которые, они для меня как родные, один раз, вот так, какая-то группа, я не знала, что это немецкая группа, что-то меня, ну, откуда ведь знаешь, кто они, по-русски, что-то спросили, я ответила, и говорю, а это мои статуи, как ваши, я, как это ваши статуи, я тогда начал рассказывать, да вот так наши статуи, я их выкапывала, я их вот сюда ставила, ой, расскажите, и я стала рассказывать, именно, вот, историю восстановления, они мне говорят, какая-то, ну, там же целая группа, я же не знала, что это немцы, мне говорят, ну, и вы, конечно, ненавидите теперь всех немцев, я говорю, ну, почему, почему я их должна ненавидеть, те, кто вот это сделал, и вот про дворец, как раз рассказала, я говорю, их уже нет, их уже нет, их бог покарал, они на том свете, а эти, почему же, я рада, что они приезжают, что видят нашу красоту, и пускай еще приезжают, а оказалось, что эта женщина, эта группа немецкая, вот эта женщина, как раз вот, вот ее адрес, попросила, можно с вами фотографироваться, я говорю, пожалуйста, вот она сфотографировалась, отдельно меня сфотографировала, вот она со мной сфотографировалась, прислала письмо, вот она пишет, что очень довольна, в память о нашей встрече, посылает мне фотографии, и положила двадцать евро, прислала, я даже не ожидала, ну что ж, спасибо, вот, еще тогда же, ну это другая женщина, тоже прислала, сфотографировала, вот, тюменская область, я только вот две взяла, и у меня много их, сколько, зимой бывает, прихожу в парк, и зимой очень довольна, что посещают наш парк, любят его, вот этого я очень рада, мы уходим, остается наша красота, и очень рада, что люди действительно любят, только бы берегли его, только бы, поразило, очень поразило, мы слышали уже, я прямо, не представляю, господи, просто сразу, все опять припомнилось, Маша, ведь мы и в обмороке падали от голода, и все-таки шли, и все-таки, и каждый, ведь, это, я только свое, а я здесь же, в самом-то типографии, как раз Лидия Ивановна, директор, и мы каждое воскресенье шли, шли не потому, что нас обязывали, это вот она, на восстановление парка, шли по зову сердца, за... тогда не надо было нас заставлять, не надо было, вот наша бригада очищала улицу, сейчас она госпитальная, тогда была улица Марата, я считаю, второй раз, можно сказать, родилась на этой улице, только встали, вы знаете, пойдемте, я вам покажу, встань. Прошло больше 50 лет, когда я вот это вспомнила, вот здесь, в этом месте стоял наш дом, где мы жили, вот это, вот эта типография, вот здесь, вот как раз, вот эти дорожки, мы заготавливали дрова, вот так вот было, три дерева, вот так, мы их давай разбирать, и, ну, здесь уже, это, жилки, ну, жилки, это уже большие, стали растягивать это, и что можно, мы там топорами там обламывали, как грохнет взрыв, а там оказалось, мина противотанковая, вот так хорошо, возле меня как раз только что, Аня Грибова, наша работница, а она из эвакуации вернулась с маленьким Витенькой, маленький, и мне поручили, держи его, пожалуйста, а то он тоже к маме лезет, вот этот маленький Витенька спас меня, он к маме туда, еще взрыва-то не было, ну, пусти, тетка, я к маме, я его вот так вот наклонилась, держу, мимо меня, вот так осколок пролетел, Аню ранила, так это Витенька у нас и жил пока, а ее на руках несли в Ленинград, на руках ранила ей ногу, ну, вот, правда, она хром, это, сохранили ногу, но вот она уже вот так вот ходила, она, вот, и, если бы не этот Витя все, ведь только я говорю, я про это забыла, с Валентиной Ивановичем, как, ой, боже мой, ведь именно на этом месте грохнула, а вот эту улицу, мы очищали, сами наша комсомольская бригада, вот эту всю, очищали, деревья, части там, орудия, мы все руками, мы пол, это нам поручено было, уже от, от комитета, все очищали руками, вот, в общем, докладывала наша Шурочка, улица очищена, можете по ней полностью проходить. И я, минуя этот, дом 2, этот, социалистическое 2, а это, там было раньше, вечерний, типография вечерний Петербург, вот, вечерний Ленинград, то есть, потом она называлась вечерний, потом оттуда перевели, но она и до войны была, вечерний Ленинград, именно социалистическое 2, большая типография. Ну вот, и я вместо этой, и думала, а уже, трамвай пустили, я это, с удовольствием, на трамвае, и к Смойному. Естественно, патруль меня забрал, документы мои отобрали, а я же должна была с этими, там, что-то обычно, посылают обратно всегда, а у меня все это забрали, обратно мне ничего не дали, я поняла, а директором типографии, это была моя сестра, Лидия Ивановна Козлова, вот, она меня очень строго держала, и я знала, что мне попадет, и я не к ней, и вот я бегу, с Веревым, домой, обратно, но не домой, а бросилась ко мне, и она у меня, плачу, и говорю, я боюсь кредит, документов обратно, ничего мне не дали, это все отобрали, сказали, девочка, иди, и даже подфельчик не отобрали, Анна Ивановна, что меня поразило, она мне две картошинки, там, ну и она завтрак, уж, картошинки, шпротинки, а вот у нее хлеба-то у меня не было, картошинку ела, шпротинку, без хлеба, успокоила, успокойся, успокойся, Миночка, там, я скажу, Лидия Ивановна, я скажу, успокойся, плачу, боюсь домой идти, попадет мне за это, вот, не знаю, что она говорила, потом Лидия, ну, есть дети, там не телефон, она сама, конечно, пошла, что она говорила, только больше меня с документами не посылали, все, это у меня последний, я стараюсь это не вспоминать, это стыдно, конечно, такое, это, потом, когда я поняла, что она, то, что она, то, все, что она, Продолжение следует...